Всем привет! Меня зовут Оля и сегодня я хочу показать, как правильно снимать мерки с самой себя для построения базовой выкройки. Итак, начнем. Для начала мы с вами снимаем обхват шеи. То есть обвиваем вот так сантиметровой лентой вокруг шеи. Конечно, у вас не должно быть никаких воротничков. Я просто решила надеть такое изделие, ну потому что оно у меня очень тоненькое, шифоновое платье-рубашка. Значит, обвиваем шею сантиметровой лентой и от ереминой впадины, вот здесь впадинка есть, до впадинки мы вот так с вами измеряем и записываем эту мерку. Далее мы с вами измеряем обхват груди. То есть заводим сантиметровую ленту вот так за спину и стараемся не натягивать, ни в коем случае не натягиваем. Сантиметровая лента, я вот сейчас не вижу, у меня зеркала нет, сантиметровая лента должна быть параллельно полу. Но ни в коем случае не натягиваем и сильно не расслабляем. Измеряем через высшие точки груди и записываем эту мерку. Следующая наша мерка обхват над грудью. Точно так же сантиметровую ленту заводим за спину, все хорошенечко выправляем, не натягиваем ни в коем случае, но и не расслабляем. И вот здесь над грудью просто сантиметровую ленту вот так выкладываем и измеряем. Опять же записываем эту мерку. Следующий обхват талии. Конечно же предварительно завязали шнурочек на талии. И прям по шнурочку мы с вами измеряем обхват талии и записываем эту мерку. Следующая мерка обхват бедер. То есть обвиваем бедра наши сантиметровой лентой. И если у вас ярко выраженные бедра и вы можете найти, увидеть выступающие точки бедер, конечно вы измеряете по ним. Если у вас не ярко выраженные бедра, тогда вы приблизительно вот так держите, да, сантиметровую ленту вот так соединили и держите таким образом, чтобы она была не слишком свободной и не слишком туго. Мы можем приподнять наверх через животик и опустить вниз. Если эта мерочка никуда не уехала, то есть вот то, что вы сейчас держите, тогда это ваш обхват бедер. Записываем эту мерку. Следующая мерка это длина спинки до талии. Но будьте внимательны. Для построения своей базовой выкройки я эту мерку отмеряю не от седьмого шейного позвонка, а от высшей точки плеча. То есть смотрите, опять же у вас здесь все свободно, никаких воротничков. Находите место сочленения шеи и плеча. Это высшая точка плеча. Прислоняете сюда единичку от сантиметровой ленты. Ну я уже так покажу, да, то есть вы нашли высшую точку плеча и прикладываете к ней единичку. Далее смотрите, ни в коем случае не вот этой же рукой, потому что вы увеличите себе спинку. Этой рукой мы держим единичку у высшей точки плеча, а второй рукой мы захватываем сантиметровую ленту и измеряем до шнурочка. Опять же не натягиваем и не расслабляем. Измеряем точно. Записываем эту мерку. Далее от той же высшей точки плеча через верхнюю точку груди мы измеряем мерку длина полочки до талии. У нас есть шнурочек на талии и до этого шнурочка мы с вами измеряем и записываем эту мерку. Опять же через высшую точку плеча мы с вами находим высшую точку груди. Эта мерка называется высота груди. Нашли эту точку и записали значение. Теперь, наверное, самая сложная мерка, которую мы должны снять сами с себя. Если вы боитесь, что не справитесь, попросите кого-то вам помочь. Значит, мы с вами берем сантиметровую ленту и единичкой вот так заводим за спину и прислоняем к подмышке, прямо вот где сочленение туловища и руки, прямо к подмышке. У меня широкая, свободная рука, поэтому, я не знаю, мне тут будет, наверное, неудобно. Главное, чтобы вы поняли. И от подмышки до подмышки вот так мы должны с вами промерить ширину спины. Повторяюсь, если вы боитесь, что вы не справитесь, попросите кого-нибудь вам помочь. Записали эту мерку. Далее мы с вами измеряем обхват руки в самом широком ее месте. Либо, можно сказать, обхват плеча в верхней части. Все мы знаем, что вот это у нас плечо. Значит, мы сантиметровой лентой вот так обвиваем вокруг руки. Находим, конечно же, перед зеркалом визуально, где у нас самое широкое место. И измеряем в этом месте. Ни в коем случае не натягивайте сантиметровую ленту. Вообще, в принципе, при обхватах, при измерениях не натягивайте и старайтесь сильно не расслаблять сантиметровую ленту. Проверили. Можно проверить вот так еще. Провести вниз и вверх. Если она проходит, вот эта вот ваша окружность, то тогда это ваша мерка. Записали это значение. Далее измеряем обхват запястья. Это, наверное, самая простая мерка. Оббиваем сантиметровой лентой обхват запястья и записываем это значение. Следующая мерка – это длина руки. Но длину руки нельзя просто вот так измерить от плеча и вниз. Необходимо измерять при немного согнутой вот так руки в локте. Вот так. То есть мы сейчас держим вот здесь сантиметровую ленту, где у нас край плеча, да? Через локоточек вот так немного согнутый. И мы с вами, я вот так в руке зажимаю сантиметровую ленту, не натягиваю, опять же, ни в коем случае, сильно не расслабляю. Я зажимаю сантиметровую ленту в руке и вот так поднимаю и смотрю, где у меня начинается кисть. Вот эту мерку я и записываю. То есть вот здесь у меня заканчивается моя рука, мой рукавчик. И еще одна мерка для построения нашей базовой выкройки – это глубина проймы. И глубина проймы у нас отмеряется от высшей точки плеча. Не от крайней точки плеча, не где-то посерединке, а именно от высшей точки плеча. От той точки, от которой вы измеряли длину спинки до талии и длину полочки до талии. Значит, прикладываю единичку сантиметровой ленты к высшей точке плеча. И вот так по косой веду сантиметровую ленту до подмышки. Ну, можно вот этой рукой придержать. И до подмышки, здесь она очень чувствуется вот так пальчиками. Ну, или вы перед зеркалом зажимаете пальчиками эту цифру и записываете значение. Что касается высоты бедер. Эта мерка тоже нужна при построении базовой выкройки. Вернемся к тому, что есть фигуры, у которых бедра ярко выражены и нет проблем найти самую выступающую точку и измерить от нее до линии талии. И найти высоту бедер. Но есть такие фигуры, у которых бедра не ярко выражены. И нелегко найти эту самую выступающую точку. Поэтому, что мы с вами делаем? Поэтому мы сейчас с вами рассчитаем по формуле, которую я сейчас скажу, высоту наших бедер. И после построения какой-то, допустим, макетной вещи, мы с вами определимся уже более точно с высотой бедер. Значит, мы с вами берем высоту спинки до талии. Мы ее уже измерили. Делим пополам и отнимаем 3 сантиметра. Это и будет у нас высота бедер. Еще одна мерка, которая нам понадобится, это центр груди. То есть нам необходимо найти расстояние от одной до другой высшей точки груди. То есть мы с вами вот так прикладываем от высшей точки груди до высшей точки груди и измеряем это расстояние. Также нам понадобится ширина одного плеча. То есть от сочленения шеи и плеча до крайней точки плеча. Измеряем эту мерку и записываем. Итак, все мерки для построения базовой выкройки плечевого изделия мы сегодня с вами сняли. Можно приступать к построению самой выкройки. Но это уже будет в следующий раз. Я очень надеюсь, чтобы вам понятно было, как снимать с себя мерки. И вы снимете с себя мерки обязательно точные. Ну а на сегодня всем пока!